Рождение ребенка – огромная радость и в то же время большая ответственность. Появляются новые заботы и материальные траты. В семье Елены Блохиной все это в шестикратном размере. С супругом они воспитывают шесть дочек. Переживания самые сложные. За каждого переживаешь, у каждого свои трудности и потребности. Нужно как-то их всех вместе соединить, чтобы это была семья, чтобы они друг друга поддерживали. Чтобы у родителей хватало сил и средств на воспитание, они и сами нуждаются в поддержке. Для этого существуют федеральные, региональные и муниципальные льготы для многодетных семей. В нашем округе таких немало и количество ежегодно растет. В нашем округе шесть тысяч многодетных семей. При этом только в 2023 году это число превосло почти на тысячу. Возможно, кто-то просто не вставал на учет, как многодетная семья. Ну и, конечно, у нас рождаемость повысилась. При этом в этих семьях детей почти 21,5 тысячи. Это, конечно, наше богатство, наш золотой фонд округа. И мы рассчитываем, что семей с тремя и более детьми с каждым годом будет становиться все больше и больше. Материнский капитал, единовременные выплаты, вычеты по земельному налогу, компенсация за оплату коммунальных платежей, бесплатный проезд и получение лекарств, а также организация летнего отдыха. Эти и другие виды поддержки значительно облегчают обеспечение семьей, поддерживают родителей. С женщинам, родившим пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет. Так, мама троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57, а родившая четырех – в 56. С особой заботой к многодетным матерям муниципальные власти относятся и в нашем округе. Ежегодно им вручается медаль материнской славы. Утверждена была награда в 2000 году. За это время медалью награждены 929 многодетных матерей. Выплачивается при вручении медали единовременная выплата – 10 тысяч рублей. В этом году уже заслуженные медали удостойные получили 25 многодетных мам жительниц нашего округа. Несмотря на большое количество мер господдержки, зачастую многодетным нужна простая ежедневная помощь. Уже 8 лет Наталья Тяпина состоит в общественной организации «Многодетные семьи Звенигорода». Уверена, что в семьях 7+, необходим патронаж. Работа этого человека должна включать полностью весь объем. Образование – все ли дети смогли попасть в школу. Медицина – как вы 11 детей запишите на прием? В текущих условиях – никак. Вы никогда 11 талонов к врачу не возьмете. Доступность перечня социальных льгот, упрощение процедуры их оформления, решение транспортных и земельных вопросов многодетных родителей – глава взял на личный контроль.